Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, дорогие друзья! Прошел обеденный перерыв. У нас, я с радостью сообщаю, просто гигантское количество подключившихся. Я очень рад, что к нашей конференции проявлен такой интерес. Но вот технические сложности некоторые не дали нам возможности нас стартовать вовремя. Но от этого те доклады, которые вы сегодня услышите, будут не менее интересны. Наша секция сегодня включает блестящих спикеров. Со мной будет в студии Михаил Николаевич Шаров. Со мной в студии профессор Широков, Екатеринбург. Со мной в студии доцент Хромилин, город Москва. Я попрошу показать мне, все у нас подключились, все в порядке? Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, Михаил Николаевич! Добрый день, Дмитрий Анатольевич! Добрый день, дорогие коллеги! Прекрасно! Прекрасно! Ну что же, тогда начнем сразу, чтобы не терять времени. Я начну нашу секцию с моего короткого сообщения. Называется оно «Гендерные различия в восприятии боли». Это тема, которая, вы знаете, пришла ко мне как ни странная идея об этой теме из кардиологии, когда я узнал о том, что препараты, которые используются в кардиологической практике, совсем по-разному действуют на мужчин и на женщин. Оказалось, что те молекулы, которые мы используем в своей практике, вовсе, и даже, скажем так, совершенно разные свойства проявляют, в зависимости от нашей гендерной принадлежности. Какие-то препараты работают лучше у мужчин, а какие-то у женщин. Какие-то осложнения или побочные действия встречаются чаще в одной ситуации, а какие-то в другой. Но вот я задался целью и решил оценить, а как же мы лечим боль у мужчин и у женщин. И вот эта тема, которую я сегодня предлагаю вашему вниманию, она проводится при поддержке компании «Верафарм», привела меня к довольно странным заключениям. Давайте я с вами этим поделюсь. Итак, что оказалось? Оказалось, что заболевания, которые сопровождаются болью у женщин и мужчин, разнятся существенным образом. Вот, к сожалению, перечень нозологических форм, которые встречаются у женщин, тех форм, которые сопровождаются болью, он существенно больше. Это касается эцефалгии, это касается патологии головы и шеи, это касается отдельных нозологических единиц в рамках болезни нервной системы, это касается заболеваний суставов, соматической патологии. Посмотрите, какой разный список. Заболевания костей и суставов. Ну и, наконец, такие, если угодно, заболевания, как фибромиалгия, как дисфункциональная боль, исключительно женская патология, которая у мужчин встречается крайне редко. Почему так происходит? Почему часть заболеваний не гинекологической сферы, не относящаяся к нашим половым органам, встречается, тем не менее, чаще у женщин, а какая-то чаще у мужчин? Почему какие-то заболевания, вот, например, подагра, у женщин встречается чаще после 60 лет, а мужчин до 60? А остеотрит у женщин после 45 лет, а у мужчин до? И так далее. Почему так происходит? Это связано с рядом причин анатомических, физиологических факторов, определяющих подобного рода распределения. Вот посмотрите, я взял наиболее часто встречающиеся в нейрологической практике формы, которые сопровождаются болью. Что оказалось? Вот посмотрите по спине, перечень работ внизу указан, и синие столбики показывают наиболее частое распространение у женщины. Красные столбики – это их результирующие. Спина, головные боли в виде мигрени, мышечно-скелетная боль, боль нейропатическая, боль оральная, остеоартрит, распространенная хроническая боль. Это все, к сожалению, чаще фиксируется у наших женщин. Распространенность боли при аксиально-оспорте алтрите. Посмотрите, насколько площадь ощущений болевых у женщин больше, нежели чем у мужчин. Вот стали смотреть здоровых добровольцев. Что оказалось? Оказалось, что по основным характеристикам порог болевых ощущений, толерантность боли, оценка ее интенсивности, аффективная оценка, причем боль на разные сигналы абсолютно ацептивные, электрические, ишемические, холодовые, кардиальные, у женщин существенно выше. Разные исследования, достаточно много, 122 статьи, гигантский объем. И посмотрите, вот ярко-красным цветом выделены статьи, где однозначно решение о приваливании тех или иных характеристик был у женщин. Более розовые цвета, более бледные цвета говорят о том, что это различия были не столь достоверны, но тем не менее авторы склоняются о определенных тенденциях. Гендерные и возрастные различия, пожалуй, наиболее характерны для хронической распространенной боли. Посмотрите, я привожу вам 6 работ, основных работ, которые были проведены до достаточно большой популяции пациентов. И обратите внимание, что по сути своей в половозрелом возрасте, вот в возрасте где-то 40 лет, в трудоспособном возрасте, извините, различия становятся максимальными. Метаанализ 80-ти исследований болевой чувствительности у детей в возрасте до 18 лет не выявил значимых различий в экспериментальной боли между мальчиками и девочками. Но как только возраст участников взяли отдельно группу от 12 лет и старше, то девочки уже сообщали о значительно более высокой интенсивности холовой и прессорной боли, а мальчики имели более высокую толерантность и более высокий порог к боли тепловой. Авторами был сделан вывод о том, что различие восприятия боли формируется в период полового созревания. Итак, а какие процессы лежат в основе вот этих гендерных различий восприятия боли? Существует целый спектр, большой спектр теорий, которые объясняют вот эти гендерные различия. Генетические, нейрохимические, организационные, активационные. Это системные, это те теории, в основе которых лежат биологические факторы. Но есть и психосоциальные факторы, эмпирические, психологические, социокультурные, различия гендерных ролей, гендерных ролевых ожиданий. Давайте разберем подробно, что же происходит, почему мы наблюдаем вот эти различия, гендерные различия восприятия боли у мужчин и у женщин. Что-то у нас сегодня с техникой, никак у меня. Итак, наибольшее распространение в настоящее время поимела теория нейроиммунной модуляции боли. Вот посмотрите, как половые гормоны воздействуют на основные звенья адаптивного и врожденного иммунитета. В первую очередь, я хотел бы ваше внимание заострить на вот этих провоспалительных и противовоспалительных клетках. Посмотрите, тестостерон оказывает стимулирующее влияние на противовоспалительные клетки. А вот влияние эстрогена зависит значительной степени от дозы. Высокой концентрации эстрогена оказывает тестостерон. Подобное действие, а вот в низкой дозировке, к сожалению, он стимулирует провоспалительную активность. В значительном перечне исследований было сделано весьма неожиданные выводы о том, что тестостерон обладает более выраженным по сравнению с эстрогеном и прогестероном антиноцептивным действием. И вот и низкий уровень у него как раз способствует хронизации боли. Высокий уровень эстрогена при низком уровне прогестерона, в том числе, кстати, при фолликулярной фазе месячного цикла, повышает болевой порог и активирует эндогенную опиодную систему. А вот снижение уровня эстрогенов, например, в послеродовом периоде, сопровождается увеличением частоты болевых приступов, например, мигрени. Кстати, очень плохо действует на восприятие боли прием оральных контрацептивов. И вот эти данные позволяют нам говорить о том, что в основе гендерных различий восприятия боли лежат биологические факторы. Но не только это. Вот очень интересное исследование. 22 мужчины, 24 женщины, симптом раздраженного кишечника. В ректум им вводили баллончики. А надували их на 60 секунд под давлением 45 миллиметров ртутного столба. И информировали о том, что через некоторое время будет повторное растяжение. Но этого растяжения не было. И вот посмотрите, каким образом реализовывались функциональные связи между отдельными отделами коры. По сути дела, если говорить о различиях между восприятием болевых ощущений, для женщин была более характерна эмоциональная активация, активация тех центров, которые отвечали за эмоции. Еще один очень интересный факт, очень интересное наблюдение, которое было проведено во Швеции. Наблюдали пациентов с болью в шее. Критериями включения в группы исследования было отсутствие работы, которая была связана с подъемом тяжестей или подъемом руки выше уровня плеч. И взяли две группы молодых пациентов, студентов шведских вузов. Вы видите, выборка приличная, больше тысяч человек. И больше полутора тысяч человек – это офисные работники среднего возраста. Поскольку в этих группах отсутствовали факторы, которые способствовали развитию болевшей физических факторов, очевидно, что те результаты, которые были получены, а какие были получены результаты? Боль в шее была распространена больше среди женщин и в точке исследований, и за четыре года наблюдения. Очевидно, что для развития боли в шее психосоциальные факторы являлись у женщин основными. Если рассматривать психосоциальные факторы, то их можно было бы подразделить на две большие группы. На стратегии преодоления боли. Вот для мужчин что больше характерно? Так называемые поведенческие отключения или проблемно-ориентированные тактики. Мужчины как-то уходят в работу. Для них характерна самая эффективность, то есть вера, твердое убеждение в том, что проводимые мероприятия, в том числе и самолечение, придут к положительному результату. А вот для женщин в большей степени характерна потребность социальной поддержки. Вот в позитивных самоутверждениях, причем не только личностных, но и окружающих. Такие эмоционально-ориентированные методы, когнитивная реинтерпретация, концентрация внимания на болевых ощущениях. Это все выливается в то, что ведущим все-таки симптом, к сожалению, это приходится констатировать, при оценке болевых ощущений является их катастрофизация. Что касается социально-культурных представлений, то здесь надо сказать, что те исходные понятия мужественности, женщинственности, они в настоящее время, конечно, несколько изменяются. Это связано с тем, что женщины сейчас заняли активное место, социальное место общества, и многие из них гораздо более успешны, чем мужчины. И вот эта мужественность, переносимость боли, я должен терпеть уже, и женщины, в свою очередь, частое падание в обморок, это уже не столь характерная черта для женщин. Но вот что интересно, такие аномнистические факторы, как жестокое обращение в детстве, и семейная аномнист боли, очень актуальны для женщин, но не оказывать никакого влияния на развитие болевых феноменов у мужчин. Вот с этой точки зрения, реализация плацебо- и ноцебоэффектов для мужчин и женщин приобретает ведущее значение. Вот для мужчин главным фактором, определяющим реализацию ноцебоэффектов, является вербальная информация, а для женщин процедуры кондиционирования. Я сейчас поясню, что это такое. Вообще механизмы плацебо- и ноцебо реализуются через два знаных процесса. Через ожидание, когда пациент предвидит возможные положительные или отрицательные эффекты терапии. То есть анализ полученной информации. Анализируем информацию и ожидаем чего? Вот поскольку это для мужчин более характерно, ожидает положительных результатов. Оттуда самоэффективность. И обучение. Обучение, оно связано, как правило, с знаниями. Это могут быть знания истинные или ложные, но вот это знание, оно определяет на основе уже личного опыта характеристики боли, которые формируются у того или иного индивидуума. Вот, пожалуйста, клинический эффект плацебо- и ноцебо ярко проявлялся у мужчин. Диазепам. Используем диазепам у пациентов в открытом видении и видим, как у них снижается тревожность. Но если мы не говорим, что это диазепам, и вводим тот же самый препарат, тревожность не падает. И та же самая ситуация. При прерывании приема диазепама, если отменяем его скрыто, не говорим, что отменили, достигнутые результаты сниженной тревожности остаются на том же уровне. А если, говорим, мы вам диазепам отменяем, тревожность повышается. Вот это очень интересное наблюдение. Еще один пример, если угодно, такой, с моей точки зрения, очень показательный. Клинические проявления плацебо и носов в режиме ожидания, который реализуется у мужчин. Вот мы прекрасно с вами знаем, что бета-блокаторы в числе прочих побочных эффектов имеют и влияние на ректильную дисфункцию. И вот посмотрите, если был слепой прием, мужчины не знали о том, что такого рода побочные действия, ожидаемо проявление побочных действий, меньше, чем в 5% случаев. Они не знали даже, что это за препарат. Вторая группа знали о препарате, но не знали о побочных действиях. 15%. И третья группа знали о препарате и знали о его побочных действиях. Более 30%. Понимаете, какая ситуация? Это, конечно, налагает определенные обязательства на врача о том, как он должен, какими он должен словами сопровождать назначение того или иного препарата. Мы поговорим об этом на нашей следующей секции, где профессор Калинский расскажет о том, как достигать положительного результата. Пока скажу лишь одно, что ни в коем случае не следует скрывать наличие побочных действий у одного препарата, но следует пациента нацелить, позитивно настраивать, говорить о том, что если это развивается, мы будем делать так и так, но мы это предотвратим, потому что сделаем вот это, вот это и вот это. И это особенно важно для мужчин, но не для женщин. А вот клинические проявления плацебо-носу у женщин, тот самый опыт, вот как он проявляется. Вот смотрите, взяли группу женщин, у которых проводили химиотерапию. Вы знаете прекрасно, что химиотерапия нередко сопровождается такими неприятными проблемами, как тошнота и рвота. И части женщин с опытом химиотерапии вот этот условный стимул использовали, приходила сестра, вводила какой-то препарат, они не знали какой, и у них, к сожалению, при использовании плацебо вызывались те же самые симптомы. Понимаете? Вот такая история. Что касается биологических факторов ответа на некоторые анальгетики, например, опиоидные, вот вообще используемый морфин, он воздействует, разлагается в итоге на две составляющих крови. Одна из которых воздействует на моррецепторы, а вторая вот на эти рецепторы со сложным названием ТЛР4, которые потенцируют, участвуют в процессе реализации воспаления. То есть есть хороший и плохой эффект от использования морфина. И вот посмотрите, что оказалось. Вот у женщин выше концентрация вот этих вот плохих рецепторов, а мужчин выше концентрация хороших. И молекулы, те, которые работают, реализуют лучшие эффекты. Эффективность опиоидов по биологическим факторам, по анатомическим причинам у мужчин выше. И это подтверждается вот такими данными эпидемиологическими. Вот, пожалуйста, вам гендерные различия в требуемых суточных дозах опиоидных анальгетиках в скандинавских странах. Вы видите, что женщинам и по тромодолу, и по другим опиоидам требуются гораздо большие дозы. Еще одно очень интересное наблюдение по трептанам. Мы знаем прекрасно, что мигрень – это все-таки женская патология. И вот смотрите, почти 2300 мужчин, почти 14 тысяч женщин лечат трептаны. Трептаны эффективны и у мужчин, и у женщин. Но у мужчин рецидивы встречаются гораздо более резко. То, что касается вообще приема анальгетиков, если рассматривать группы, вот это результирующая кривая, серая линия вверху каждого графика и по опиоидам, и по парацетамолу, и по нестероидным происпорительным препаратам, и по трептанам, следует о том, что женщинам требуется большая доза анальгетических препаратов. Причем, посмотрите, где различия максимальные. Если рассматривать опиоиды, это возраст где-то в пределах от 40 до 50 лет, парацетамол примерно та же история, для трептанов та же история, и максимальные различия при приеме НПВП начинают наблюдаться опять же в этом возрасте. То есть где-то вот примерно от 40 до 50 лет те различия в восприятии боли и в требуемых дозах анальгетиков становятся максимальными. То есть, соответственно, те особенности курации этих пациентов особенно важны для этой возрастной группы. Если говорить о нестроенных противополитных препаратах, мы очень часто используем, то надо сразу сказать, что вот те возможные цели, которые специфичны для женщин, свидетельствуют о том, что для женского пола характерна большая склонность к развитию воспалительных реакций и большая напряженность противовоспалительных механизмов. С этой точки зрения, вот те результаты, допустим, экспериментальные результаты, которые я сейчас демонстрирую, в общем-то, неудивительно, вводили самкам и самцам крыс обезболивающие препараты, ибупрофен, кетопрофен и целиококсин. Перед этим индуцирование боли, воспаление их задней лапы. Что оказалось? Лучший эффект анальгетический был получен первично у самок, но противовоспалительный эффект и, соответственно, пролонгированная анальгезия в конечном, в лучшем степени была реализована у самцов. Разные нестероидные противопалительные препараты, но, тем не менее, эффект очень интересный, как вы видите. Что касается осложнений, с точки зрения побочных действий, если говорить об использовании неселективных нестероидных противопалительных препаратов, то частота кровотечения из верхних отделов ЖКТ у мужчин исходно, да и при приеме НПП, стабильно выше, чем у женщин. А вот у женщин риск гастроизофагального рефлюкса при приеме этого класса препаратов достоверно выше. Прием неселективных нестероидных противопалительных препаратов и мужской пол является независимым фактором риска развития острой почечной недостаточности, и он существенно возрастает у мужчин пожилого возраста. А вот аналлогетические эффекты ибупрофена у здоровых добровольцев. Обратите внимание. Левый график. Мужчины. Первое. И какой эффект аналлогетический достигается? По сравнению с плацебо? Значительный. Значительный. Электрическая стимуляция мочки уха. Вот это бы обезболивает. Дозировка в 800 мг вполне достаточная. Вообще, конечно, если говорить о профене, интересный достаточно препарат. Он, кстати, один из немногих, которые входят в список основных лекарств. Это в список ВОЗ. И его различные формы выпуска. Пролонгировано, например, бруфен СР. Он хорошо очень обезболивает, лучше обезболивает и вызывает меньше нежелательных явлений, нежели ибупрофен немедленного освобождения. Например, при амтоидоматрите, при остеоартрите. В реальной клинической практике бруфен СР очень, кстати, неплохо переносится. Максимальный возраст, обратите внимание, 82 года. По показателям, артериального давления, по показателям частоты сердечных сокращений, надо сказать, что этот препарат обладает безопасностью. Хорошей и кардио безопасность доказана в целом ряде исследований. Вы видите риск, относительный риск сердечно-сосудистых осложнений ибупрофена вполне сопоставим с анапроксеном, который является для некоторых неврологов препаратным выбором. Нет, он и не единственный. Ибупрофен тоже неплох в этой ситуации. А с учетом того, что он обладает благоприятным профилем безопасности со стороны печени, по сравнению, допустим, мы с остальными часто используем ИП для коморбидных пациентов, если угодно, это препарат выбора. При этом не следует бояться длительного приема высоких доз, вот эти 800 мг три раза в день, 2,400 максимальная дозировка. Это та доза, которая, допустим, по сравнению с анапроксеном или ломерококсибом у пациентов не вызывала большего количества побочных явлений. То есть это дозировка, которая может и должна быть использована в тех ситуациях, когда это необходимо. Ибупрофен в максимальных дозировках не хуже селективных ингибиторов ЦОК-2 по частоте нежелательных явлений популяции принимающих аспирин, как видите, не так уж много. Конечно, если ПВП действует не столь эффективно, или мы хотим сократить сроки его применения, нужно добавить центральный мерлоксант, и с этой точки зрения применение таких препаратов, как Тизанидин, это очевидно. На рынке представлено, допустим, брендом Тизалут, вы видите работа, которая свидетельствует о том, что эффективность при одномоментном приеме возрастает в разы на 25%. При этом, поскольку меньше доза требуется и меньше времени, соответственно, и осложнения возникают реже. Реже в три раза, например, вот эта работа, которую я вам сейчас демонстрирую, когда использую Тизалут с адиклофенаком. Если говорить о селективных нестероидных противополитных препаратов, то для женщин прием этрикоксиба существенно повышает риск развития тромбозов, что должно являться таким, если угодно, точкой, на которую наблюдение, на которую следует обращать внимание. Посмотрите, значительно выше риск при приеме этих препаратов. А вот если брать мужчин, то на примере целикоксиба я могу сказать, что после приема целикоксиба у женщин повышается скорость клубочков фильтрации в ответ на гензин-2, а у мужчин эта реакция не наблюдается вовсе. Очень интересные наблюдения по поводу патологической акциевации системы СОК-2. Вот эта система потенцирует, как казалось, токсичность бетамилоидного белка у самок, у женщин. И эти полоспецифичные эффекты устраняются фармагическим ингибированием СОК-2 при использовании соответствующих препаратов, селективных, нестероидных, противополитных средств. С этой точки зрения применение вот этой класса препаратов, класса коксибов, очевидно, показано, и они хорошо работают у женщин. Применение этой коксиба основывается на его эффективности, вы видите, он эффективен при целом ряде заболеваний, оно основывается на его безопасности. И с точки зрения вот такой, если угодно, изюминки этого препарата, следует сказать, этой коксиб это препарат, который обладает практически 100% биодоступность, и он хорошо проникает через гематенсиволический барьер. Есть, кстати, ряд исследований, свидетельствующих о безопасном применении. Во всяком случае, в дозировке 60 мг препарат абсолютно безопасен для 19 пожилых мужчин с остеартритом, как вы видите, с почти нового возраста. Во всяком случае, было именно так. О каких-то побочных явлениях сообщалось вовсе. Этри коксиб можно использовать при хронической боли в спине. Есть ряд исследований, которые свидетельствуют о том, что в дозировке 60 мг мы можем достигнуть хорошего результата. Особенно, если речь идет о пролонгированном облюдении, 60 мг в общем-то в конечном итоге не уступает и 90. А это означает, что мы можем использовать условно эту безопасную дозировку у большого количества лиц коморбидных. Скорость наступления эффекта для эркоксиба это еще один очень важный момент, на который обращают внимание наши пациенты, потому что больной хочет, чтобы у него перестало болеть быстрее. И вот с этой точки зрения биодоступность и, соответственно, скорость наступления эффекта это, конечно, важные преимущества препарата и они определяют меньшее число отказов от приема. Отказ от приема лекарственных препаратов это, конечно, если угодно, достаточно частое явление. На рынке эркоксиба представлены в видеотурике. эркоксиб, вы знаете, что эркоксиб применяется при целом ряде заболеваний, остеропатологический артрит, боль проститомологических операций, артрит, остеротроз, может и должен использоваться при боли в спине, поскольку изменения, которые определяют развитие болевого феномена при поражении спины, они абсолютно идентичны тем, которые развиваются в суставу конечность. Мы об этом говорили вчера, мы об этом будем говорить еще вновь и вновь, и вот те назначения, которые делают травматологи, конечно, они должны использоваться и в неврологической практике. А вот работа, которая лишний раз подчеркивает то, что центральные эффекты эркоксиба скажутся в том числе, например, и на когнитивной функции. Корректное лечение боли предполагает когнитивную сохранность в последующем. Обратите внимание, это лонгитутинальное исследование, 10 лет, и вот при объединении эркоксиба по сравнению с диклофенаком удавалось добиться гораздо лучшего результата. При этом, вы знаете, вот эффект это связан не только с тем, что не болит у этих людей, а и с тем, что эркоксиб модулирует центральные механизмы боли. Хорошая проницаемость через гемитоэнцефалический барьер, я уже декларировал, это полезное свойство препарата, и как и ибупрофен, так и эркоксиб, а торику следует сочетать с центральными релаксантами в тех ситуациях, когда это необходимо. И вот, пожалуйста, вам исследование, которое декларирует о том, что тизанидин, тизолут, препарат, который используется в нашей практике, допустим, с ациклофенаком, с селективным ингибитором СОК-2, проявляет очень неплохие эффекты. Почему он нужен, тизолут? Потому что он дает возможность реализовать нерелаксирующий эффект, он дает возможность повысить эффективность анальгетическую, и он дает гастропротективный эффект, поскольку, допустим, с сочетанием с аторикой улучшает переносимость анальгетиков. Ну и в конце вот этот шутливый слайд я вам хотел показать, поскольку, знаете, я думаю, что очень многие, по крайней мере, психосоциальные факторы, которые способствуют гендерным различиям, восприятие боли, связаны с тем, что, ну, если угодно, наша слабая, в кавычках, она далеко не слабая, половина человечества, гораздо более критично относится к себе. Это касается не только внешнего вида, как и на этом слайде, это касается очень многим аспектов жизни, в том числе, кстати, и отношения к своему здоровью. Я, может быть, заранее притворяю некоторые ваши возможные вопросы о том, какие могут быть препараты любимые для женщины, какие препараты ставят отдельно с женщинами, каким мужчинам. Хотел бы сразу сказать, речь не идет о том, что есть женские и НПВП, допустим, и мужские, нет, вовсе не так. Есть женщины с набором коморбидных заболеваний и мужчины. Есть женщины с определенными симптомами и мужчины. Применение каждого нестероидного препарата должно осуществляться селективно по отношению к конкретному пациенту. Но если мы говорили раньше исключительно о коморбидной патологии, то сейчас мы с вами после, я надеюсь, сегодняшнего разговора сможем говорить еще и о селективности с учетом гендерных различий. Спасибо большое за внимание, уважаемые друзья. Ну, а я с большим удовольствием предоставляю слово нашему следующему спикеру Михаилу Николаевичу Шарову. Михаил Николаевич, вы с нами? Конечно же, Дмитрий Анатольевич, как и со всей аудитории, о которой вы уже говорили, что больше двух тысяч человек действительно вместе с нами. И я очень рад принимать участие в очередной конференции вашего общества. Это всегда серьезная, такая планомерная, скрукулезная подготовка по отбору презентации, по отбору, конечно же, авторов этих презентаций и спикеров. Ну, и, конечно, сама подготовка вот в Санкт-Петербурге. Мы мечтали, конечно, в этом году приехать, но не всегда получается так, как хотелось бы. Поэтому, я думаю, что уже презентацию видят, да, все, надеюсь? Конечно, конечно, Михаил Николаевич. Прошу вас. Прошу вас. Это которую я вам перерисовал презентацию? Это моя, конечно. Ну что, я могу приступить, да? Ждем вас, Михаил Николаевич, с нетерпением. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Итак, сегодня Адмирий Анатольевич в своей презентации очень оригинальной и стандартной говорил о гендерной принадлежности болевых феноменов, о зависимости от разных факторов и, в первую очередь, от гормональных факторов, которые, безусловно, играют невероятную роль в формировании болевого феномена и отношения к боли мужчин и женщин, оно, безусловно, разное. Сегодня вот я вернусь к одной из своих любимых тем хронической тазовой боли и поговорить об одном из фенотипе, об одном из типе болевого синдрома в области промежности, это Ульва-Тимни, и, конечно же, вместе с моей коллегой Розаной Роймар-Парсамян мы подготовили вот такую интересную работу, на мой взгляд. И начну я с таких банальных моментов, как определение, что же такое боль. К счастью, в 2020 году международным Международной Ассоциацией по изучению боли была предложена вот такая трактовка, такое определение. Оно мне очень понравилось, я думаю, большинству специалистов в области медицины боли тоже. И, конечно, эта боль всегда персональное переживание, отражающее личный опыт пациента, на который в разной степени влияют биологические, психологические и социальные факторы. Но с высоты уже своего опыта почти 39 лет я занимаюсь проблемой болевых феноменов. Я бы добавил сюда это коморбидные расстройства и проблемы, которые сопровождают лиц пожилого возраста и, конечно, генетические факты. И думаю, что это абсолютно вписывается вот в это персональное такое переживание. ну, сразу же я перейду к одному из очень интересных таких довольно результатов, которые получены были при проведении очень интересного такого опроса. был исследован глобальный индекс боли, воздействия болевого феномена на население земного шара. И участвовало в этом 19 тысяч человек, старше 18 лет, из 32 стран, в том числе и из России. мы видим, что, к сожалению, красным вот этим кругом обозначена вот страны с самым высоким индексом боли на земном шаре, среди них мы, наша страна и Польша. Почти 95% населения страдают от болевых феноменов, как острых, так и хронических. Ну, я выбрал всего несколько вопросов и несколько ответов, которые были в вопросах использованы, и мы видим, какие интересные ответы. Что 48% отрошенных в мире вообще не могут работать из-за болевого феномена. 64 респондента уверены, что боль мешает семейной жизни. 49 из них чувствуют вину перед партнерами, а 64% утверждают, что им неприятные интимные отношения. Посмотрите, какие сложные моменты, которые я пытался вот так проанализировав и от Дмитрия Анатольевича перейти вот уже более такому важному моменту, как эпидемиология вот тазовой боли и вот именно боли у женщин. И вот посмотрите, в Великобритании распространенность хронической тазовой боли. 3,8% около 1 миллиона женщин зарегистрированы с болевыми синдромами в области промежности. Возраст от 15 до 35 лет и выше. Посмотрите, это чаще, чем у пациентов с негренью, то есть 2,1% это пациенты с негренью и астмы 3,7%. То есть мы видим, какова распространенность болевого феномена в Великобритании. Ну, американцы тоже великолепно все умеют считать. Мы видим, что 16% населения, 9,2 миллиона женщин сообщили о хронической тазовой боли с интенсивностью баллов до 5 по шкале ВАШ. И 4% из них из-за сильной боли, что? Бросили свою любимую работу. Более 80% женщин с хронической тазовой боли испытывали боль более одного года. Около трети, более пяти лет прежнешним обратиться к врачу. И я думаю, что каждый задумается над этим очень интересными цифрами. Они важны, они, мне кажется, очень грозные и очень печальные. Все это, конечно, не в медицинском плане рассматривается и в социальном, а именно в социальном. Поэтому мы об этом чуть поговорим позже. И мы видим, что хроническая тазовая боль и сексуальная дисфункция. Видите, 26% населения по разным источникам от 7% до 58% страдают хронической кроник первых пэрик. И среди другого уже более локального болевого феномена это диспариония и вагинизме. Я не буду расшифровывать, вы прекрасно об этом знаете. Хочу напомнить, что диспариония, тем не менее, это боль при половом акте, при проникновении полового члена в облагалище. Вагинизм это спазм, который возникает опять же во время полового акта. До 12% таких женщин. Вульвадения это боль в области вульвы входа в облагалище. 12% и видите вагинизм в общей популяции в возрасте меньше 30 лет. 21% каждая пятая женщина страдает этой проблемой. и большинство женщин среди тех пациенток, о которых я сейчас только что перечислял фенотипы, не имеют возможности половой близости из-за таких проявлений. И конечно же здесь в мировой литературе медицинской описаны следующие варианты синдрома хронической тазовой боли. Это в первую очередь конечно синдром болезненного мочевого пузера, хронический простатит, ультральный болевой синдром, боль в мочеиспускательном канале, пенальный болевой синдром это боль в половом члене, мошоночный или тестикулярный болевой синдром, боль в мошонке или яичках, эндометриоз ассоциированный болевой синдром на фонде эндометриоза, вагинальный болевой синдром боль в облагалище диспариония и болевой синдром мышц тазовой области выраженный в меофасциальной болевой феномене. И чтобы обеспечить системный подход для диагностики вот такого болевого феномена, конечно применяется алгоритм эндометом. И вот смотрите разделение на три условных вот таких домена, хотя мы поговорим о доменах из разной страны сегодня, из клинической, из анатомической и так далее. Видите, рассматриваются органы малого таза, это нижняя область мочевыводящих путей, домен женских половых органов, мужской половин, половой домен, желудочно-кишечный домен. Это, конечно, кишечник, толстый и, безусловно, прямая кишка. Факторы, влияющие на боль, посмотрите, они в рамках биопсихо-социокультуральной модели рассматриваются. Это психологическая сфера, сексуальный домен и коморбидные заболевания. И откуда же, что за источники боли? Это, конечно, костно-мышечный домен и неврологический. И здесь мы видим, что наши коллеги из Канады, два известных профессора, Шотский Сынникель, вот предложили удивительную классификацию по фенотипам хронической тазовой боли. И в первую очередь это начиналось с интерстициального цистита у женщин. И мы видим, что вот эта классификация основана на гипотезе свежинки. Вы прекрасно о ней знаете. Это гипотеза юпоя. Почему снежинка? Да потому что каждый человек отдельная снежинка. Вы абсолютно можете понимать, что никогда не бывает одинаковых снежинок. Точно так же люди. Абсолютно наши пациенты все разные. И вот рассматривается почему юпоя. Урологический домен, психологический это уже ближе и к неврологии, и психопатологическим проявлением. Органоспецифические это не совсем неврологические проблемы, хотя и тоже касается множества нюансов. Инфекционные бактериологические безусловные исследования мочи и окулята, лаганичных сосковок, бактериологический консидроникала. Неврологический наш выяснение неврологических жалоб, неврологический статус, потеря чувствительности, изменение ее, дизостезии, исследования чувствительности сакральной рефлексии, мышечный конус, конечно, это и висцеральные вегетативные рефлексы, и множество других составляющих. И, безусловно, оценка состояния мышц тазового на их эластичность. Мы говорим чаще всего, что возникает что? Спазм мышц тазового и не только пропомерзностных мышц промежности, но и внутри малого таза мышцы, которые прикреплены к различным органам и системам. И вот сегодня я хотел поговорить о рульмотине, это удивительный такой клинический синдром мультифакторной природы, характеризующийся дискомфортом голости в уровне в виде жгучей боли постоянного характера при отсутствии видимых изменений или клинически значимых неврологических нарушений. Это довольно старое определение, оно абсолютно в общем-то соответствует тем знаниям, которые мы получили за многие годы, в частности почти уже за 18 лет. И в 2015 году были внесены терминологические уточнения с выделением персистирующего болевого феномена в области гульвы, связанного с конкретной причиной инфекцией травмы и другие и эссоциальной гульводелии, которая определена как боль в области гульвы продолжительностью не менее трех месяцев при отсутствии повреждения ткани. И мы видим, что наблюдается она почти у 28% женщин детародного возраста, как меняется качество жизни этих женщин. Это абсолютно доказанное и это свежее исследование 2016 года. Около 25%. Четверть женщин имеют благоприятное счастье течение выводений вплоть до полной ремиссии. И ежегодное экономическое время выводений в США оценивается по данным разных обзоров. Практически до 72 миллиардов долларов тратится на этот тяжелейший феномен. А вот невозможные причины мы видим биомедицинские факторы и психосоциальные и безусловно вот среди биомедицинских факторов доминируют периферические и центральные механизмы боли, гормональные факторы, о которых сегодня уже говорил Дмитрий Анатольевич Искра, генетические факторы, дегетативные расстройства дисфункции, дисфункции мышц тазового дна и нейровоспалительные факторы, системное воспаление, которое буквально поражает как мужское, так и женское население земного шара, начиная уже с 30-летнего возраста. Психосоциальные факторы, это видите нарушение близости, сексуальное общение и привязанность, все это начинает страдать из-за тяжелой боли, жесткое обращение в детство, да, об этом тоже надо говорить, тревога и депрессия, которые сопровождают тяжелую боль, отсутствие вот такой сексуальной гармонии, да, реакция партнера на боль и отсутствие сексуальной мотивации при наличии болевого синдрома. И вот наш обзор 2020 года, мы посвятили его тоже, да, в частности, аспектам диагностических боль в воденее, о них я только что сказал, мы видим, что при в воденее интенсивная боль возникает именно при проникновении преддверия влагалища, то есть, когда нарушается весь вот эмоциональный контекст полового акта, который должен способствовать прекрасному настроению в любви гармонии, и постоянная боль именно сопривождается гипералгезия в области именно поверхностных тканей вульвы, и вот этот Q-Tip тест, усиление боли предведения во влагалище просто ватного танкона является самым важным диагностическим тестом, и даже пациентка пришла к врачу общего профиля, пожаловалась на это, да, это может быть и грипповые изменения, которые связаны с гематерическим периодом, но вот этот тест позволяет нам поставить довольно четкие диагности, и безусловно нельзя не говорить о коморбидных проблемах, о которых я упомянул, в рамках биопсихо-социокультурального модели хронизации болевого синдрома, и мы видим, что наиболее частые коморбидные состояния при вульводине это не гипертоническая болезнь, это не атеросклероз, это не онкологические заболевания, это не когнитивные нарушения, это интерсциальный цистит, синдром болезни мочевого пузыря, посмотрите, как все рядом, то есть это не широко распространенная боль, которая может быть у пациентов с хроническим болевым синдромом, но мы видим синдром раздраженного кишечника, это тоже говорит о абдоминальных проблемах, которые возникают у женщин при гульмодине, а также смотрите, и на отдалении мы видим головные или орофациальные боли, а типичная боль в лице, чаще всего она связана с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и мышц, которые вокруг височно-нижнечелюстного сустава составляют вот то вот ключ к пониманию что же такое боль при боли в лице и мы видим что основные на конце все рекомендации 4-й международной конференции по медицине секса включают физиотерапию мышц тазоводная и психосоциальное воздействие в качестве первой линии терапии гульмодине обзор 2016 года он актуал и мы видим что очень целесообразным назначение трициклических антидепрессантов у пациентов с рульмодине пациентов в частности посмотрите в этих клинических рекомендациях дозировки рекомендованные от 10 миллиграмм до 225 миллиграмм в сутки ежедневно конечно начинается с малой дозы идет тетравание и безусловно получены результаты положительном эффекте от приема противосудожных современных препаратов галапентина при габаринолом адриджина купирование болевого синдрома при выводении наблюдается в 50 видите в 82 процентов случаев это уже обзор 2019 года вы видите как мы близко подошли к реально сформированному лечебному как диагностическому так и лечебному маршруру для того чтобы помочь нашим обожаемым женщинам и мы видим тоже обзор 2015 года что показатели по вашей шкале были значительно ниже после через кожной эритической стимуляции нервов таким образом можно сделать вывод что именно чест нервов эффективно при хронической боли у женщин свести было длиннее при применении честа отмечалось уменьшение болевого синдрома ничто улучшение их половой функции то есть психологически меняется крайне много ботулотоксин и ульвотиния но это не просто не разлей вода установлено что инъекции 100 единиц ботулотоксина представляют собой эффективный метод лечения вести ботулотоксина с сохранением положительных результатов в течение двух лет именно введение ботулотоксина значительно уменьшает боль и оказывает благоприятное влияние на что? на качество женщин и на сексуальную функцию то есть качество женщин кардинальным образом начинает меняться и вот это наш обзор еще один который мы опубликовали в журнале урологии где тоже коснулись аспектов диагностической и терапевтической помощи у пациентов с болью где уделили большое внимание конечно же улеводиния и посмотрите конечно только ли улеводиния захватывает вот все внимание на специалистов в области медицины боли и именно в области таза тазово дна понятно что с ними встречаются с такими проблемами гинекологи проктологи урологи мы гинекологи неврологи и конечно же гастроэдерологи но и психиатр и множество других специальностей я хотел бы несколько слов сказать что и вот видите 176 миллионов женщин на сегодняшний день зарегистрировано страдают от эндометриоза это эпидемия тоже вот такого необычного заболевания которое повреждает не только гинекологические органы условно говоря но и и кишечник и легкие и также мочевыводящие системы и мы видим что 25% женщин с хронической боли диагностироваются лавроскопические эндометриозы к сожалению именно бесплодие тяжелый болевой синдром это лишь запись в истории болезни как вы думаете нет это не так и к сожалению вот мы видим вот такой интересный клинические рекомендации федеральные которые у нас уже были выпущены в России по ведению больных с эндометриозом и видите что чистота гинекологических синдомов ассоцированы с болью у женщин с эндометриозом здесь я не буду перечислять но могу сказать что диспаймуния вот то что я говорил тазовая боль дисминария 35% тазовая боль дисминария 25% и так далее и тому подобное не описывает никаких гинекологических симптомов ассоцированных с болью только 10% и 7 десятых около 11% женщин у с эндометриоза посмотрите колоссальная прослойка женщин с такими проблемами страдают тяжелые боли и конечно же мы возвращаемся к сексуальной дисфункции сегодня я тоже об этом хотел бы поговорить так по более точно более так глубоко 57% женщин дисстарел не развивается вторично на фоне чего миофасциального синдрома а также длительных различных манипуляций в малом тазу с формированием спарик и фиброза именно большинство авторов считают предельно важной роль мышц тазового дна не зря во всех программах ведения пациентов с тазовой болью именно вот воздействие на мышцы тазовой боли для их расслабления только для тренировки крайне важны боль в области таза после сексуальной активности у таких женщин сохраняется до трех дней имеются значительные негативные отношения к самому сексуальному акту и половому и это вызывает страх тревогу депрессию рушатся семьи множество составляющих которые меняют социальную жизнь людей и мы видим какие специалисты на этом слайде они не все тут перечислены но участвуют в клинике диагностики терапии хронической тазовой боли я не буду их перечислять и вот что приводит к таким специалистам это конечно диагностические сложности отсутствие своевременного адекватного лечения супружеская дисгармония распад семьи и очень важный посмотрите момент это антивитальное поведение я могу вам сказать что только с хроническим болевым синдромом и интерстициальным циститом ежегодно кончает жизнь самоубийством в мире от 4 до 5 женщин процентов от 4 до 5 женщин в мире это только в Соединенных Штатах Америки никто больше не считает от чего погибают таких женщин а именно этот вопрос он крайне важен и при хронической боли то же самое в любой локализации мы должны об этом тоже и сегодня я несколько слов скажу конечно о фармакологическом лечении потому что безусловно и не фармакологические различные используются техники и вазивное лечение которое подразделяется вместе с лекарствами несколько слов сегодня о медленодействующих симптоматических средствах это группа СИСАНОА прекрасно вы знаете об этих препаратах все ну еще 10 лет назад 10-11 лет назад крайне сложно было поверить в то что эти препараты займут достойное место в когорте препаратов которые мы используем для ведения пациентов с болевыми синдромами но получены новые интереснейшие результаты и мы видим наше исследование которое было проведено это метаанализ клинических исследований эффективности лечения остеортрита препаратом хендрогар речь шла о системном воспалении не только локальных воспалениях каких-то суставов мы знаем что при тазовой боли поражаются суставы мелкие средние крупные суставы пояснично-крестового отдела позвоночника и безусловно мы видим что вот этот анализ доказал что уровень доказательности и уровень эффективности хондрогарды и глюкозамин сульфата абсолютно достижим и доказан это было двойное слепое плацебо контролируемое рандомизированное исследование эффективности и безопасности контролируемое компания сотек 100 миллилитрам на миллилитр использовалась у пациента и на сегодняшний день вышли новые клинические рекомендации по хронической боли у пациентов пожилого и старческого возраста они утверждены уже Минздрава в России в 2020 году это важные рекомендации которые мы очень-очень ждали потому что клинических рекомендаций по хронической боли у нас в Российской Федерации к сожалению очень мало и они ну весьма некоторые весьма сомнительные вот это с великолепным уровнем доказательности и убедительности рекомендованы вот эти препараты у пациентов с противопоказаниями к НПВП-терапии и старческой астемии а вот наши коллеги американцы самые большие скептики которые с огромнейшим недоверием относились к хондропротекторам и вот впервые мы видим 2019 год уже рекомендации американского колледжа который занимается различными сэминтканными болезнями и мы видим что рекомендованы хондроитинсульфат вместе вот с программой которая вот в левой части слайда снизу ну а это с правой стороны европейские рекомендации где при хронической боли рекомендованы рецептурные глюкозаминсульфат и хондроитинсульфат также это подтверждено рекомендациями ИОЛР 2019 и мы тоже не остались в стороне наша команда приняла участие вот в 2018 году где мы исследовали эффективность и безопасность интермитирующей схемы парадерального введения хондроитинсульфата и глюкозаминсульфата в совокупности с двигательной активностью при рецидиве хронической боли в нижней части спины стартерапия у больных с соматическими комарбитными заболеваниями мы видим какие результаты и видим насколько эффект по эффективности такая схема превышает назначение обычное амбулаторное назначение ППП препаратов до достижения приемлемого эффекта ну и вот психосоциальный аспект синдрома хронической тазовой боли конечно это стресс отсутствие поддержки близких недопонимания недостаточное понимание близких элемент персонала депрессии походы соматические диспункты конверсивные расстройства генерализованное тревожное расстройство и конечно же вот факторы которые влияют на формирование боли я уже перечислял это безусловно возраст полуинтенсивность боли длительность нарушение сна тревога катастрофизация сексуальная дисфункция именно все это приводит к увеличению сложности и трудности в лечении ну Хью Лори вы прекрасно знаете этого актера который играл главную роль в фильме в сериале доктор хаус и мы видим что он говорит что о сексе и о сексе будет очень много друзьям партнерам и даже ученым во время социологических опросов крайне важно понимать что вот именно сексуальные дисфункции по механизму возникновения могут быть психогенные органические смешанные пармакогенные неуточненные и вот только психогенные дисфункции проявления нарушения в сексуальной структуре личности при некоторых изначально страдает психологическое управление сексуальной функцией на поле сохранения анатомических и физиологических как бы проявлений и работы половой системы и мы видим что именно Вот феномологический принцип сексуальной дисфункции, он на этом слайде в правой половине. Это расстройство полового лечения, они будут все перечислять. Это нарушение генитарной реакции, болевые расстройства, препятствующие проведению полового акта. Это расстройство оргазма и посторгазмические нарушения, затрудненные оргазмы или его отсутствие, преждевременная эвакуляция, недостаточность или отсутствие сексуального удовлетворения. Посторгазмические расстройства, болевые, вегетативные и, самое главное, аффективные. И, конечно же, вот эти клинические особенности. Мы взяли выборку разных пациентов и выявили вот у одной пациентки с 42 лет, что она не состояла в браке и при этом не имела сексуальных отношений. Все пациенты состояли в гетрофексуальной браке. Каждая вторая пациентка по собственным желаниям приводит на прием мужа для обсуждения интимных вопросов. Это крайне важно. Это создает предпосылки, что приоритет вот этих встреч будет абсолютно полезен как врачам, специалистам в области медицинной боли, так и семьям. Привлекает внимание психотип-партнеров пациентов, что они крайне внимательны к ним, заботливы, любящие. На прием приходят вместе с супругой. У мужчин боль зависела от длительности полового акта. В общем, у кого-то от длительности, у кого-то и от краткости. И вот всегда сексуальный анализ, смотрите, конечно, оценивается в первую очередь наличие первого полового акта, возраст, объективные ощущения, максимальный уровень половых эксцессов, тип, чистота мастурбации, пейдинга, фрустрации, личностных реакций, динамика половой жизни до брака и в браке, факторы, способствующие формированию представления сексуальной нормы, влияния на половую функцию физических, психических нагрузок, медикаментов, а также беременности. И, безусловно, лечебно-реабилитационные программы, они включают как фармакотерапию для решения проблем межличностного взаимодействия с партнером, применяются приемы и техники семейной психотерапии, сексуальная реадаптация парт с целью применения методов рациональной терапии, включаются секс-терапевтические рекомендации с учетом индивидуальной особенности партнера. И, завершая свое, может быть, излишне эмоциональное такое вот рассказ и презентацию, могу сказать, что только междисциплинарный подход, командная работа, тщательные, выверенные, как диагностические, так и клинические маршруты могут привести к достойному вот такому успеху. И огромнейшее спасибо за внимание, я благодарю за то, что мы сегодня все вместе боремся с такими проблемами. Хорошо, Михаил Николаевич, я с большим интересом послушал ваш доклад и вот поймался на мысли, что когда я формировал программу и, казалось бы, на первый взгляд вроде несочетаемые темы между собой сводил, я уже прекрасно понимал о том, что вы, конечно же, будете рассказывать и о определенных гендерных различиях, в том числе и вот по такой проблеме, как проблема тазовой боли. Эти вопросы, конечно, интересны, их ни в коем случае нельзя замалчивать. Мы должны четко понимать для себя, где расставлять акценты в терапии пациентов на фармакологическом вспоможении, на методах психосоциальной коррекции и так далее, и так далее, и так далее. Ну что же, мы продолжим. Наша секцию продолжает доклад децент Хромилина Владимир Николаевича. Он расскажет нам про диабетическую полинерпатию. И я с удовольствием предоставляю ему слово. Владимир Владимирович, вы с нами? Добрый день. Да, здравствуйте. Прошу вас. Все. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Тема для обсуждения, на мой взгляд, крайне важная для врачей самых разных специальностей, но и в первую очередь, конечно, для неврологов. И в настоящее время ни для кого не секрет, что сахарный диабет занимает ведущую позицию в этиологии полинерпатии как таковы. Действительно, алкоголь, диабет и криптогенная идиопатическая сенсорная полинерпатия – это три нозологи, которые лидируют в статистике любой страны нашей планеты. Говоря о сахарном диабете, нужно четко понимать, что это заболевание развивается по нарастающей, огромное количество пациентов долго остаются без своевременного диагноза. За счет этого, за счет длительного существования гипергликемии развивается целый ряд осложнений. Здесь неврологические осложнения, в частности полинерпатия, являются, наверное, самым частым осложнением гипергликемии как таковой. Более того, помимо вот этой статистики страшной, можно еще и говорить о том, что полинерпатия – это на самом деле самое дорогое осложнение сахарного диабета как таковое, потому что развивается он достаточно часто, достаточно рано и требует, ну, как минимум в третий случай, назначения комбинированной лекарственной терапии и нелекарственных методов лечения, что, безусловно, отражается на стоимости. Говоря о эпидемиологии, мне хотелось бы обратить ваше внимание на буквально две цифры статистические, они очень важны. Но мы всегда в основном говорим о больных с сахарным диабетом второго типа, и действительно, здесь примерно половина всех пациентов имеют диабетическую полинерпатию. Говоря о первом типе, это всегда меньшее количество пациентов, это примерно всего лишь 20-30% от общей популяции больных именно с данным диагнозом. Но что еще интересно, у нас сейчас вырвалось новое понятие – это больной с диабетической полинерпатией с преддиабетом. И действительно, по статистике, каждый пятый пациент с преддиабетом имеет диабетическую полинерпатию. Более того, сейчас даже пациенты с метаболическим синдромом, с нормой гликемии рассматриваются как пациенты риска развития диабетической полинерпатии. И существующую у третьей из них криптогенной сенсорной полинерпатии даже сейчас в литературе рассматривается как преддиабетическая форма поражения. Почему нас так интересуют пациенты, допустим, с нарушенной толерантностью к глюкозе или с нарушенной гликемии натощак? Да потому что подавляющее большинство этих больных, например, с нарушенной толерантностью к глюкозе, имеют болевую симптоматику, нейропатическую боль. В сумме с пациентами с классическим сахарным диабетом и с болевой формой диабетической полинерпатии мы видим значительное увеличение количества подобных пациентов и, соответственно, обращаемости за медицинской помощью. Именно поэтому в 2017 году американская диабетическая ассоциация в своем консенсусе, а он является ведущим в мире по данной нозологии, предложила всем странам рассмотреть новую группу для скрининга, а именно симптомных пациентов с преддиабетом. Это действительно очень важная группа, и если мы обратим на них внимание, то, вероятно, нас ждет достаточно серьезное увеличение количества пациентов с болевой диабетической полинерпатией. Говоря о полинерпатии как таковой, мы должны очень четко понимать, что это гетерогенное состояние. И говоря о условном разделении на болевую и безболевую форму, мы в основном подразумеваем пациентов с хронической болевой диабетической полинерпатией. Хотя есть отдельная небольшая группа так называемых атипичных пациентов с острыми болевыми вариантами поражения. Как правило, это тонковолоконные формы поражения, о них я два слова в самом конце скажу. В любом случае, подходы к профилактике и лечению болевой диабетической полинерпатии во многом общие. И мне как раз хотелось бы провести некий такой анализ тех данных, которые есть по данной тематике. Говоря о факторах риска и о возможности их коррекции, я хотел бы обратить ваше внимание, что на самом деле гипергликемия и связанные с ней факторы риска, их количество достаточно ограничено. Они, безусловно, играют важнейшую роль в развитии и прогрессии диабетической полинерпатии. Но огромное количество факторов риска не связано с диабетом. То есть это не гипергликемические факторы риска. В первую очередь та же липотоксичность, которая является пусковым моментом поражения периферической нервной системы на стадии, допустим, преддиабета и метаболического синдрома. Более того, отличаются факторы риска у больных с первым и со вторым типом сахарного диабета. В результате мы получаем очень сложные взаимоотношения. Смотрите, шикарное крупное исследование Стэна-2, ставящее целью коррекцию основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска микроангиопатии, показало прекрасную результативность по нефроретинопатии, по автономной нейропатии. Но, к сожалению, абсолютно отсутствует эффективность касаемо периферической дистальной поля нейропатии. Почему? Потому что это, как правило, смешанная далеко зашедшая форма поражения, которая не отвечает должным образом в данном варианте на даже комбинированную коррекцию основных факторов риска. А вот тонковолоконное поражение, которое лежит в основе автономной поля нейропатии, как раз отвечает достаточно хорошо. Поэтому сейчас очень большое внимание заслуживает публикация по ранней диагностике диабетической поля нейропатии и, самое главное, по возможностям ранней метаболической терапии и, соответственно, замедлении темпов прогрессии диабетической поля нейропатии и не только влияния на боль. Говоря о базе, мы должны обязательно говорить о физических упражнениях. Это крайне важно. На самом деле большая часть пациентов, они одинамичны и даже не соблюдают тот минимум, который рекомендуется в диабетологии. Это минимум 30 минут одномоментной физической активности ежедневно. Что это дает? Крупные, достаточно большие рандомизированные исследования и их метаанализы показывают, что это приводит к замедлению темпов прогрессии существующей поля нейропатии. Это снижает риск развития поля нейропатии как таковой. Это снижает риск падения и увеличения стабильности у пожилых пациентов, что очень важно, безусловно. Но и самое главное, касаемо нашей темы, это снижается выраженность болевого синдрома. Ни много, ни мало, в среднем, по данным метаанализов, на 34%. А мы знаем, что снижение выраженности боли более чем на 30% от исходных значений является показателем своего рода эффективности любого метода лечения нейропатической боли. Говоря о гликемическом контроле, хотелось бы обратить ваше внимание, что действительно это очень важный фактор, особенно при первом типе сахарного диабета, который снижает и риски развития поля нейропатии и прогрессии. При втором типе сахарного диабета, к сожалению, мы не видим столь выраженного действия и столь выраженного ответа. Но в любом случае, очень важно, достижение норма гликемии или приближенного к этому состояния, это обеспечит адекватный антиноцицептивный ответ на фоне любой терапии, направленной на нейропатическую боль. Посмотрите, насколько отличается доза габапентина у пациентов в зависимости от степени гипергликемии по параметру гликированного гемоглобина. Это же определяет не только дозу препарата эффективную, но и экономический аспект играет очень большое значение. Это касается не только классических препаратов, таких как габапентин, пригабалин, долоксетин, но и метаболической терапии, например, теоктовой кислоты. В свое время проведенное нами исследование показало, что пациенты, имеющие неадекватный гликемический контроль, хуже поддаются терапии, они в меньшей степени отвечают на данный вид терапии. И что самое интересное, в два раза чаще у них происходит рецидивирование болевой симптоматики после даже полученного положительного результата лечения на фоне курсовой терапии теоктовой кислотой. Говоря о целях лечения, безусловно, нужно четко понимать, что основная цель, которая ставится во всех консенсусах, это математическое снижение выраженности боли на 30-50% по визуально-аналоговой шкале или шкале ликерта. Но и, безусловно, очень важно являются первичные цели, они могут быть совершенно минимализированы, например, улучшение сна, восстановление способности работать, какие-то минимальные трудовые функции осуществлять. Поэтому указанные цели должны обсуждаться, безусловно, с пациентом до начала еще терапии, чтобы предотвратить сверхамбициозных ожиданий, это очень важно. Говоря об обзоре основных клинических рекомендаций, они представлены на данном слайде, мне хотелось бы сказать, что первая линия терапии, симптоматическая линия терапии, она во всех странах практически одна и та же. Это в основном пригаболин, габапентин, это амитриптилин и дулоксетин. Вот, наверное, четыре основных препарата. Более того, в ряде стран, например, в Соединенных Штатах Америки... Что-то произошло с трансляцией? Например, в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано лишь два препарата. Это пригаболин и дулоксетин, как препараты для лечения болевой диабетической полинаэропатии. То есть большое количество препаратов используется в так называемом off-label формате. Если посмотреть на рекомендации наши, отечественные, они во многом повторяют международные. Действительно, эти 4-5 препаратов занимают первые лидирующие позиции. Выбор у больного с сахарным диабетом, он определяется в первую очередь профилем безопасности. Здесь, конечно же, препарат габапентин, относящийся к группе габапентиноидов, выступает на первый план. Почему? Потому что он характеризуется самым лучшим показателем переносимости. Это особенно актуально у пожилых пациентов, коморбидных пациентов с сахарным диабетом. Препарат характеризуется достаточно высокой эффективностью. Пригаболин также активно используется, но имеет свои ограничения. Аметрептилин назначается достаточно редко, так как он характеризуется кардиотоксичностью. И его единственный большой плюс – это высокая эффективность в сочетании с низкой ценой. Но, опять же, достаточно ограниченно применяется. Касаемо долуксетина препарат также широко вошел в нашу практику, но есть несколько серьезных ограничений. Во-первых, это риск лекарственных взаимодействий, потенциальная гепатотоксичность, что очень важно у наших пациентов именно с сахарным диабетом. А также возможность повышения гликемии. В первую очередь гликемии натощак, что нужно принимать во внимание у пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом. Нередко вторичные нарушения играют основную роль в выборе препарата. Посмотрите, большой процент пациентов с болевой диабетической поля нейропатии имеет нарушение сна, имеет тревогу, имеет даже выраженной депрессии. Поэтому подобные нарушения могут определять выбор лекарственных препаратов. С этих позиций, например, габапентиноиды и препарат габапентин, КАДВАЛИС, обладающие, соответственно, анксиолитической активностью, способны восстанавливать сон, уменьшать тревожность. Это, конечно, большой позитивный момент. Очень важно при выборе препаратов своевременно оценить эффективность. Вот в этом моменте мне хотелось бы остановиться, потому что мы, к сожалению, видим очень большое количество несвоевременной, некачественной, неправильной оценки эффективности антинодсцептивной терапии. Речь идет, первое, о достижении минимальной эффективной дозы. И как минимум две недели пациент должен получать данную дозировку или большую, превышающую среднетерапевтическую дозу. Если на этом фоне мы не видим снижение показателя боли больше, чем на 30%, мы можем говорить о том, что пациент является нон-респондером на данный конкретный препарат. Вот, например, простая схема титрации конвалиса, титрации габапентина, что мы часто видим в своей практике. Нередко пациенты месяц-два получают какие-то минимальные дозы, например, 900-1200 мг, не имея должного клинического ответа, но почему-то не происходит дальнейшей титрации. Нередко это приводит к неправильной интерпретации ситуации и отказу от дальнейшей титрации препарата, хотя он остался недооцененным. И это действительно нередкость в клинической практике. Более того, очень важно ведь не только гендерные, но и возрастные различия. Посмотрите, большая часть пациентов с сахарным диабетом второго типа – это больные старше 65 лет. В этой группе очень важна оценка дополнительных факторов риска лекарственных взаимодействий, в частности, и потенциальные риски нежелательных явлений, которые определяются в первую очередь скоростью клубочковой фильтрации. Более того, ХБП является независимым фактором риска поражения периферической нервной системы. Соответственно, в данной возрастной группе возникает больше рисков кардиотоксичного действия, например, трициклических антидепрессантов, поэтому по некоторым рекомендациям старше 65 лет амитрептилин вообще стараются не использовать. Что касается габапентиноидов вообще, и в частности габапентина, крайне важна оценка скорости клубочковой фильтрации, потому что это будет определять не только суточную дозу, но и кратность применения препаратов. Например, у диализных пациентов, а их много достаточно, мы стараемся не превышать дозу 300 мг канвалиса габапентина три раза в неделю в постдиализный период. Нужно оценивать обязательно риск задержки жидкости, риск прибавки веса, риск падений. Безусловно, это очень важно. Самое главное ограничение – это сердечная недостаточность, которая, безусловно, ограничивает применение габапентиноидов. Касаемо риска прибавки веса и риска задержки жидкости, падений и даже когнитивных нарушений, данные, опять же, нежелательные явления четко связаны со скоростью клубочковой фильтрации. Это очень такая показательная зависимость, поэтому при наличии снижения ниже 60 показателей СКФ обязательно дополнительно оценить риски подобных нежелательных явлений, необходимых у каждого пациента. Таким образом, подводя черту под применением габапентина, мне хотелось бы сказать, что габапентин – препарат конвалис, который широко известен в нашем мире, достойно занимает первые ряды в симптоматической терапии, болевой диаптической нейропатии. Стоит еще раз подчеркнуть, что минимальная эффективная дозировка составляет в данном случае 1800 мг в сутки. Обычно мы выходим на данную дозировку к концу первого месяца применения, что очень важно в правильном выборе препаратов. Говоря о выборе лекарственных средств, нужно четко понимать, что нам необходимо оценивать профиль риска пациента. И вот именно на этой базе основываются европейские рекомендации. Они несколько отличаются от международных общепринятых американских англоязычных рекомендаций. И, на мой взгляд, они более правильны. Потому что они рассматривают необходимость и целесообразность выбора препаратов первой линии для врачей не только неврологов, но и для врачей-терапевтов, семейных врачей, для врачей-эндокринологов. То есть тех, кто в реальной практике ведет пациентов с болевой диабетической полинейропатией. В одну линию поставлены все препараты с классом доказательности 1А и 1Б. И здесь, кроме амитриптилина, долоксетина, пригаболина и габапентина, появляются еще альфа-липоевая или теоктовая кислота, трамал и капсаицин. Безусловно, стоит сказать, что трамал и капсаицин имеют крайне ограниченное применение, но без трамала в целом ряде случаев обойтись просто невозможно. Но это, как правило, острая такая ситуация, требующая краткосрочной терапии. Все-таки от долгосрочного применения как трамадола, так и опиоидных анальгетиков, как таковых, стараются сейчас отказаться. Курс, второй очень важный момент, минимальный. Это 3-6 месяцев, никак не меньше. К сожалению, мы очень часто видим какие-то абортивные курсы в 2-1,5 месяца. Я хочу сказать, что 6 месяцев, на мой взгляд, это тот минимум, который необходим очень большому количеству пациентов с выраженной болевой симптоматикой. Но и самый главный момент. Все-таки с учетом коморбидности и большого количества лекарственных назначений, нужно постараться выбрать монопрепарат и получить, соответственно, адекватный ответ в виде снижения выраженности боли. Монотерапия предпочтительно у больного с сахарным диабетом. Это также очень важная ремарка. Говоря о теоктовой кислоте, стоит сказать, что она не просто так здесь появилась. Посмотрите, крупнейший метаанализ почти 12 тысяч пациентов поставил ее в один ряд по антиноццептивному действию с основными препаратами, которые используются в качестве препаратов первой линии во всех странах в мире фактически. И это действительно так. Более того, очень радует появление новых данных, подтверждающих возможность улучшения качества жизни на фоне терапии теоктовой кислотой по всем возможным современным валидизированным шкалам проводилась оценка. Ведь на самом деле качество жизни улучшается не на таком большом количестве препаратов. Эти данные есть для габапентина, для пригабалина и вот для теоктовой кислоты. Это очень показательное исследование. Говоря о формах и способах введения, стоит отметить, что парентеральное введение, которое мы всегда рассматривали как основу, оно безусловно важно, но конечный результат будет сопоставим с пероральной формой терапии. Разница будет лишь скоростью наступления действия. Внутривенно мы видим максимально быстрый эффект. Это вторая-третья неделя. Пероральная доза 600 обычно дает эффект через месяц чуть больше 5-6 максимум недель. Таким образом, с учетом всех наших российских реальных ограничений койко дня, мы нередко сейчас идем на замену парентерально-перорального курса чисто пероральным вариантом назначения. И действительно такой вариант существует. Мы можем назначить теоктовую кислоту, всем хорошо известный препарат окталипен, в дозе 1800 мг в сутки на те же 3 недели, что и парентеральное назначение, имитируя тем самым эффективность от парентерального старта. Дальнейший прием, стандартная доза 600 мг за полчаса до завтрака с большим количеством воды, это стандартный вариант длительной терапии. Хочу также обратить внимание, что длительность терапии, она должна быть индивидуализирована, как и для любого препарата, который используется с целью лечения нейропатической боли у данного контингента пациента. Если мы рассматриваем теоктовую кислоту только как препарат с целью лечения боли, то мы также должны оценивать показатель ваш в динамике. Если мы не видим его снижение больше, чем на 30% после адекватного внутривенного или перорального курса, мы должны обсуждать, что этот пациент является нон-респондером на теоктовую кислоту и рассматривать варианты замены данной формы лечения на какой-то другой вариант фармакологической терапии. Если же мы ставим задачи не только влияние на боль, но и метаболическую коррекцию и замедление темпа в прогрессе поли нейропатии, то, безусловно, метаболическая терапия теоктовой кислотой может продолжаться столько, сколько необходимо в данном конкретном случае. Вот прекрасная иллюстрация того, что я говорил. Смотрите, это пациенты-нон-респондеры на внутривенную терапию. В данном случае мы видим ответ на лечение только при переводе на габапентин или комбинацию альфлипоевой кислоты с габапентином, то есть достаточно мощный вариант лечения. Ни пролонгация пероральной дальнейшей приема альфлипоевой кислоты, ни комбинация с витаминами не дает существенного снижения выраженности болевой симптоматики, к сожалению. Эффективность тектовой кислоты, кстати говоря, очень широко варьирует от 50 до 80 процентов и связано это с очень большим количеством факторов. И степень сенсорных нарушений, и гликемия, то, о чем я говорил. И очень важный момент, о котором не нужно все-таки забывать, что по статистике, а это крупнейшая эпидемиологическая работа по болевой диабетической поля нейропатии, почти 15,5 тысяч пациентов, показала, что большая часть больных, имеющих выраженный компонент боли, да, выраженную боль, это пациенты с наиболее тяжелыми сенсорными нарушениями. Сейчас очень много работ по нейрофизиологии показали, что у больных с выраженной диабетической поля нейропатией происходит централизация механизмов формирования нейропатической боли, и можно предположить, что наиболее целесообразно в данной группе назначение препаратов центрального действия. Говоря о длительном применении, стоит отметить, что есть опыт применения в течение 5 лет, и при этом 75% сохраняют ответ на терапию альфа-липоевой кислотой, то есть это длительная приверженность к лечению. Стоит отметить, что при отмене препаратов в данной же работе более 70% больных показали рецидив болевой симптоматики. Появляются новые данные о применении тёктовой кислоты. Это не только влияние на боль, но и возможность уменьшения выраженности сенсорных нарушений. Но речь идет уже не о 600 мг, а 1200 мг в сутки. Это последнее рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, которое показало возможность объективного улучшения состояния периферической чувствительности на фоне длительной терапии тёктовой кислотой. Заключая, собственно, блок по альфа-липовой кислоте, по тёктовой кислоте, по препарату октолипен, мне хотелось бы сказать, что препарат является препаратом выбора у больных с легкой и умеренной диабетической полинойропатии в сочетании с болевой нейропатической симптоматикой. Это, безусловно, важно. Но и отдельная когорта пациентов – это те же пожилые пациенты. Согласно рекомендациям Международной Федерации Диабета для пожилых пациентов, мы должны выбрать препарат с минимальным риском падения, седации, риском ортостатической гипотензии. И здесь как раз тёктовая кислота подходит как нельзя лучше и является кандидатом на первую линию терапии. Поэтому действительно во многих обсуждениях, на многих симпозиумах европейских именно тёктовая кислота, альфа-липовая кислота звучит как препарат выбора первой линии возможной терапии. Если она не сработала, то, безусловно, возникает необходимость использования более мощных препаратов тяжёлой артиллерии, так скажем. Но если изначально есть выраженная боль, если есть депрессия, если есть нарушение сна, есть тревога, конечно же, мы должны выбрать адекватный стартовый препарат. Нередко это будет габапентин, пригабалин, долоксетин или амитриптилин. Соответственно, это нередкая ситуация. Что касается комбинированной терапии, она, безусловно, важна. И нередко она является стартовой, то есть это не отсроченная комбинированная терапия. Она позволяет уменьшить дозы препаратов и улучшить переносимость. Изначально, если мы видим высокий показатель боли, она существует, эта боль больше года, есть негативный лекарственный анамнез и сочетание нескольких этиологических факторов, мы можем уже ожидать достаточно резистентное течение нейропатической боли, и эти пациенты являются кандидатами на комбинированную терапию. Вот неполный перечень тех исследований по данной тематике, которые проводились. Стоит отметить, что в клинике наиболее часто мы используем комбинацию габапентина, в частности, препараты Канвалис, как идеального кандидата, не вступающего в лекарственное взаимодействие с другими лекарственными препаратами, в частности, с альфа-липоевой кислотой, с октолипеном, и, конечно же, с витаминами группы В, которые показали свою эффективность в целом ряде исследований. Слайд я тоже демонстрировал, позвольте пропустить. Собственно, пилотное исследование, например, наше показало, что больные нонреспондеры на габапентин прекрасно начинают отвечать на комбинированную терапию при добавлении только пероральной формы комбилипена ТАПСа. Этот ответ мы видим как по показателю ваш, так и по показателю шкалы НТСС-9, более развернутой оценки, бальной оценки основных симптомов болевой диабетической поля нейропатии. Стоит отметить, что подобный опыт, он накапливается из большого достаточно количества пилотных таких небольших исследований. К сожалению, крупных рандомизированных работ пока нет, мы их все ожидают. Но, безусловно, можно говорить, что комбинация габапентина с витаминами группы В, это достаточно адекватный вариант и очень мощный вариант комбинированной антиноцептивной терапии. И здесь может использоваться не только комбилипен таблетированный ТАПС, но и комбилипен инъекционный, и комбилипен нео, новая форма инъекционная без лидокаина, соответственно, которая вышла на наш рынок. Говоря о вариантах болевой поля нейропатии, стоит отметить, что отдельно, конечно, можно посвятить целую лекцию атипичным форумам. Это острая болевая тонковолоконная поля нейропатия больных с сахарным диабетом. Здесь есть разные варианты. В данном контексте всегда необходима комбинированная терапия. Эти пациенты, они особенные, нуждаются в стартовой двух-трехкомпонентной комбинированной терапии. Вторая и третья линии, в основном мы рассматриваем их как потенциальные комбинанты с препаратами первой линии. На них я, собственно, сегодня не ставил целью остановиться. Мне хотелось бы сказать о наличии данных, которые появляются из исследований, о необходимости оценки некоторых других вещей, в частности, а-витаминоз Д, витамина Д. Он выявляется нередко у больных со вторым типом, подчеркиваю, с болевой диабетической поля нейропатии. Если мы видим действительно низкие значения витамина Д, то есть дефицит или его недостаточность, мы должны вводить его в лечебную схему. Элькарнитин также используется в качестве комбинантов. Из немедикаментозных методов сейчас очень активно используется ФРЭМС-терапия. Также появились данные о возможности кратковременного контроля боли путем внутривенной инфузии лидокаина. В основном это 5 мг на килограмм веса. Крупный метаанализ показал эту результативность. Что в мире? Посмотрите, это данные 20-го года Американской диабетологической ассоциации. Это данные по страховым компаниям. Все не так, как пишут в клинических рекомендациях. Внутренний кружок первая линия препаратов, второй кружок это назначение сверх этих препаратов. На первой линии опиоиды, габапентин, на самом деле это оффлейбл назначение в Америке, пригаболин, дулоксетин, амитриптилин занимают скромные значения. Как препараты второй линии, даже в неадекватных комбинациях опять же широко прослеживаются опиоидные препараты. В заключении мне хотелось бы представить вот такой алгоритм принятие клинического решения, он адаптирован из европейских рекомендаций по лечению болевой диабетической полиноэропатии. Назначив препараты, достигнув адекватной оценочной дозы, преодолев двухнедельный рубеж приема, то есть временную характеристику, мы оцениваем динамику. Если боль снизилась больше, чем на 30%, при этом она ниже 30 мм, мы продолжаем терапию. Это хороший результат. Если мы видим большее снижение боли, но все равно она более 40 мм, то есть это выраженная боль, мы продолжаем титрацию или обсуждаем вопрос комбинации с чем-то еще. Снижение боли больше 30%, но выраженность больше 40 мм. Однозначно комбинированная терапия. И если мы не видим ответа, соответственно, замена препарата, замена монотерапии на препарат, как правило, из другой группы. В заключении мне хотелось бы сказать, резюмировать, что диабетическая полионейропатия уже не должна рассматриваться как позднее осложнение сахарного диабета. Я бы, наверное, назвал ее ранним проявлением гипергликемии как таковой. Она гетерогенна по клиническим формам. Необходима модификация максимально возможного количества факторов риска поражения периферической нервной системы. И при формировании лечебного плана нужно учитывать профиль риска конкретного пациента. Стартовая терапия всегда предпочтительна в монотерапии. Необходима адекватные дозы и своевременная оценка эффекта лечения. Минимальная длительность составляет 3-6 месяцев. И у части пациентов необходима комбинированная терапия. Большое спасибо за внимание. Большой, Владимир Николаевич. Крайне познавательно. Мне очень понравилось ваше выступление. И я вам скажу, что те вопросы, которые возникли у меня у слушателей в процессе вашего доклада, они, вы знаете, опережают, безусловным образом, все предыдущие сообщения, но потому что тема-то, в общем-то, злободневная. Мы сейчас это обсудим. Уважаемые коллеги, у нас профессор Широков по объективным причинам не сможет выступить, поэтому мы сейчас перейдем к дискуссии. Но перед этим короткая реклама от нашего спонсора. Всего лишь несколько секунд. Оставайтесь с нами. Неропатическая боль характерна для многих заболеваний и остается важнейшей проблемой в клинической практике. В отличие от нормального болевого импульса, возникающего в ответ на действие раздражителя, в основе нейропатической боли лежит гипервозбудимость нейронов. В этих нейронах ток ионов кальция значительно превышает норму, что приводит к избыточному выбросу глутамата в синапс и формированию патологического болевого импульса. Молекула препарата канвалис, габапентин, действует на альфа-2-дельту субъединицу потенциал зависимых кальциевых каналов. Канвалис тормозит вход ионов кальция в клетку и блокирует патологический болевой импульс, возвращая вашим пациентам ощущение полноты жизни. Канвалис Препарат первой линии для лечения нейропатической боли. Ну что ж, продолжим, уважаемые коллеги. Владимир Николаевич, вот с чего бы я хотел начать этот вопрос от меня, поскольку, вы знаете, тивоктовая кислота, октолипен, используется ведь не только в рамках терапии диабетической полиэнеропатии. Это, если угодно, такой универсальный препарат, о свойствах которой начинают все больше и больше говорить, допустим, при отравлениях, о мозговых катастрофах. Но это назначение оффлейбл. Но тем не менее, вот вы знаете, мы на нескольких наших мероприятиях, на нескольких наших форумах обсуждали, а как это назначить. И пришли к выводу, что поскольку мы понимаем механизм действия, поскольку, в принципе, ясно, что препарат необходим, ну, будем искать диагноз для таких пациентов, который нам позволит назначить отек тивоксаду. Скажите, пожалуйста, вот у вас опыт назначения октолепена при другой неврологической патологии есть? Какой-то, я имею в виду, положительный, отрицательный? Вот, если можно, поделитесь, пожалуйста. Вопрос очень, очень непростой и действительно он очень важный, потому что, да, тёктовая кислота используется при очень большом спектре нозологий. Если брать конкретно диабет, то тёктовую кислоту мы назначаем при других вариантах поражения, например, те же компрессионные нейропатии у больных с сахарным диабетом. И вы знаете, что есть даже отечественное рандомизированное исследование по применению тёктовой кислоты, у больных с компрессионными нейропатиями, где показана была высокая эффективность, превышающая даже местные инъекции глюкокортикостероидов. Речь идёт об инъекционной терапии. Безусловно, это автономные нарушения у больных с сахарным диабетом, но доказательная база, опять же, конечно, хотелось бы её получить большую. Это не диабет, это в первую очередь полинейропатии, индуцированной химиотерапией. И несмотря на то, что доказательная база достаточно скромная, есть несколько опубликованных достаточно старых работ по этой теме, которые имеют совершенно разнонаправленные результаты. В одних показана эффективность, в трёх, по-моему, исследованиях не показана эффективность. Всё равно тёктовая кислота применяется. В первую очередь, речь, конечно, идёт о пациентах с сахарным диабетом, которые планируют, например, химиотерапевтическое воздействие, потому что здесь проще просто использовать тёктовую кислоту. Но, опять же, вот эта тема обсуждалась мною с онкологами, потому что мы интересовались даже возможностью проведения исследования, но сейчас это очень сложно. И речь шла о том, что те исследования, которые проводились, они не совсем правильно были спланированы по дизайну, они были очень краткосрочные. А речь идёт не только об острой нейротоксичности препаратов, например, классических, платины, но речь идёт и об отсроченной нейротоксичности, которая проявляется в течение минимум полугода после даже проведения курса химиотерапии. Поэтому, если речь идёт о применении тёктовой кислоты, то её стараются сейчас обсуждать возможность её применения длительно минимум полгода. Единственное исключение, опять же, на это вот онкологи делают такой акцент, это опухоли центральной нервной системы, потому что, опять же, препарат в силу того, что является антиоксидантом, он может минимизировать эффекты ряда химиотерапевтических препаратов, направленных на дисфункцию митохондрии, то есть, когда онкопрепарат именно убивает, так скажем, раковые клетки, воздействие на митохондрии, активируя оксидативный стресс. Но это очень редкие опухоли, это, как правило, только опухоли центральной нервной системы, и то не все типы. Что еще можно сказать? Сейчас появляется очень много данных. Кстати говоря, мне вот очень заинтересовала китайская статья, да, это небольшое, но исследование рандомизированное по применению альфалипоевой кислоты у больных в реанимациях тяжелых пациентов с ковидом, где было обнаружено увеличение почти в два раза выживаемости больных тех, кому вводилась внутривенная альфалипоевая кислота. Исследование очень маленькое, не позволяет делать однозначных выводов, но очень тема, на мой взгляд, интересная. Ну и, конечно, это отравление, собственно, на тектовую кислоту изначально к нам и пришла, это еще в 50-е и 60-е годы, это применение в токсикологии тектовой кислоты, но я с этим, к сожалению, или к счастью, не работаю, поэтому здесь ничего прокомментировать больше не могу. Ну и, конечно, алкогольная полинаэропатия, я думаю, что эта тема всем хорошо известна, здесь, безусловно, тектовая кислота используется очень широко, как правило, в комбинациях с комплексными витаминами группы В, потому что, опять же, необходимо комплексное воздействие. Я думаю, что я ответил на поставленный вопрос. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я бы добавил от себя, что буквально недавно секция закончилась до обеденного перерыва, мы говорили о механизмах действия альфа-липокислоты к кислотному соединению при нейродегенеративной патологии, вот такой опыт есть. Вообще, по-видимому, вот эти препараты с антиоксидантным действием, поскольку окислительный стресс это такой базовый патогенетический процесс, который живет в основе очень многих заболеваний, сосудистых, нейродегенеративных, токсических поражений нервной системы, метаболических, эндокринной патологии, он предполагает, может быть, действительно более широкий спектр применения, возможных применений этого интересного достаточно, это интересные молекулы, интересного субстрата, но вот с параллельно этому, поскольку я вижу эти вопросы, и у меня он, естественно, есть, вопрос о дозе. Вопрос о дозе и кратности приема, поскольку мы, конечно, опираемся на инструкцию, и вот опираемся на результаты результаты рандомизированных исследований по альфа-липоэксилоте было достаточно много в рамках, допустим, изучения диабетической полинеропатии. И там про 600 миллиграмм говорят. У нас есть ряд неврологов, известных специалистов, которые говорят о том, что если вы применяете ступенчатую терапию, и вот эти, безусловно, 600 миллиграмм про капа или какое-то прожиток времени, переходя на таблетированный прием, повышаете дозировку. Вот вопрос дозы, Владимир Николаевич, потому что он весьма, конечно, спорный. Вообще все назначения оффлэйбл это всегда такой, вот знаете, большой интерес среди врачей практического здравоохранения, потому что они на острие. Вот они назначили, но если получили результат, хорошие молодцы, а если не получили результат, очень сильные могут быть неприятности, и разбирательства могут быть на весьма на таком уровне высоком, да, совсем не с теми людьми, которые наши специалисты. Вы понимаете, о чем говорю, да? Это сейчас такая история. Вот поэтому, пожалуйста, по поводу дозировок, ваше мнение. У вас 1800 прозвучало в выступлении, я видел, да? Есть такой вариант. Прокомментируйте, пожалуйста, вот как назначать, на каком этапе, при каких заболеваниях, какую дозу? И еще раз, если можно, о сроках. Хорошо. Основная дозировка, которая используется, если брать конкретно пациентов с сахарным диабетом, это доза 600 миллиграмм. Она используется, эта дозировка, эта стартовая, для внутривенной терапии, безусловно. 600 миллиграмм является основной дозировкой для пероральной терапии при диабетической полинеэропатии, как при болевой, так и безболевой форме. Единственное, что мы ставим разные задачи. В одном случае, это антиноццептивное действие, во втором случае, это замедление темпов прогрессии полинеэропатии, то есть замедление темпов потери чувствительности периферической. Соответственно, есть данные о возможности замены парентеральной дозы 600, дозы 1700 пероральной. Это всем хорошо известное исследование Сидней-2. Речь идет о краткосрочном назначении, то есть это 3 недели вместо 15 инъекций. Долгосрочную терапию дозой 1800 миллиграмм не проводят. В этом считается нет никакой необходимости и экономически это невыгодно. Что касается новых вот этих веяний, о возможности и необходимости применения больших доз для длительной терапии, именно не столько с целью контроля боли, сколько с целью, опять же, влияния на показатели периферической чувствительности. Действительно, эта тема очень активно обсуждается. И вот это последнее исследование египетское, опубликованное в 2020 году, это рандомизированное, контролируемое исследование, то есть оно проведено по всем правилам, оно зарегистрировано, оно опубликовано, ставило задачи оценить как раз дозу 1200 миллиграмм. И действительно, вот даже в начале исследования написано, что хорошо известная доказательная база большая для дозы 600 миллиграмм в качестве антиноцептивного лечения. А вот вопросы по влиянию на периферическую чувствительность остаются. Поэтому мы и запланировали, как пишут авторы, подобное исследование. И действительно, доза 1200, она очень интересна в плане длительного приема возможности улучшения показателей периферической чувствительности. Но пока это единственное такое длительное исследование вот с таким вариантом контроля. Потому что исследование, например, на танк четырехлетняя по 600 миллиграмм перорального приема, оно, к сожалению, имеет очень несовершенный дизайн. Возникло очень много вопросов соответственно по данной работе. Хотя на самом деле при проведении дополнительного анализа этого исследования было показано, что доза 600 миллиграмм при длительной терапии способна замедлить темпы прогрессии диабетической поля нейропатии в ограниченной группе пациентов. В частности, при соблюдении определенных условий. Допустим, тот же прием ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина-2 увеличивал эту эффективность и так далее, и так далее. Возможно, что доза 1200, она будет более эффективна в этом отношении. Мы можем офф-лэйбл, конечно, пойти на подобные назначения. Но это, опять же, сопряжено с определенными сложностями. Дозу 600 миллиграмм мы совершенно спокойно можем использовать столько, сколько необходимо. И длительность в данном случае совершенно, она ограничивается только клинической, так скажем, целесообразностью, на мой взгляд. Вот мой ответ. Владимир Николаевич, спасибо большое. Ожидаемый абсолютно вопрос. И он опять, так уж получилось, связан с назначением офф-лэйбл. Мы знаем о том, что альфа-липоя кислота была выведена из руководящих документов по лечению диабетической полинеропатии. При этом, при том, что в зарубежных рекомендациях, на которые вы ссылались, на немецкие рекомендации, а я скажу еще рекомендации по терапии диабетической стопы, а я скажу еще о рекомендациях китайских товарищей наших, где альфа-липоя кислота присутствует как препарат первой линии. Очевидно. Вот ваши комментарии по этому поводу, что делать врачам, потому что, честно говоря, некоторые из них пребывают в растерянности. И в ситуации оказания помощи, когда мы понимаем четко, что препараты типа кталипен это препараты первой линии для лечения диабетической полинеропатии, когда такое гигантское количество доказательных исследований, порядка 8-9, по-моему, работ, которые были проведены на серьезных базах, тем не менее, вот такая ситуация сложилась. Что будем делать? Ситуация, на самом деле, очень, конечно, неприятная, но стоит отметить, что альф-липоевая тёктовая кислота никогда и не входила ни в какие серьезные документы уровня Минздрава. Ее как-то всегда старались обходить. Я имею в виду, например, эндокринологические алгоритмы. Проблемы действительно есть, потому что в настоящий момент клинические рекомендации, допустим, по первому, по второму типу сахарного диабета, они носят, ну, нерекомендательные фактически обязательный характер. Очень, конечно, хочется верить, что рано или поздно вот эта обязательность исполнения, она отойдет на второй план, потому что, на мой взгляд, это не совсем корректно. И стоит отметить, что там вообще достаточно ограниченная информация присутствует по полинаэропатии диабетической, по лекарственной терапии. Проблема еще заключается в том, что ее изъяли из стандартов лечения, то есть клиникоэкономический документ пострадал еще помимо клинических рекомендаций, да, мы старались как-то взаимодействовать, и я знаю, что Российское общество изучения боли старалось взаимодействовать по данному вопросу с составителями. Часть, кстати говоря, коррекционных предложений была принята, но вот что касается теоктовой кислоты, почему-то она не все-таки была включена. На мой взгляд, это совершенно не оправдано, потому что препарат характеризуется высоким уровнем доказательности, даже если пойти по таблицам оценки, а мы это проводили специально Минздрава по рекомендациям к написанию клинических рекомендаций, получаем уровень 1b, так как есть одно исследование, которое имеет негативный результат, да, большая часть имеет положительные результаты. В настоящее время опубликовано уже шесть метаанализов, речь идет еще о привлечении азиатских данных, то есть, безусловно, класс доказательности очень высок, что и определяет использование данного препарата в Европе достаточно широко, в азиатской клинической практике, но и в нашей стране. Отказываться от препарата теоктовой кислоты я не вижу никакого смысла, потому что препараты работают абсолютно. Необходимо просто своевременной оценкой принять решение о необходимости, например, замены препарата, если мы не видим клинической эффективности, да, но здесь, опять же, речь идет о целесообразности, о целях лечения данного конкретного пациента. Поэтому я применял и продолжаю применять теоктовую кислоту, что советую делать всем препаратам, всем пациентам, всем врачам, которые занимаются лечением болевой диаптической поля нейропатии. Мы не идем в разрез с инструкцией по медицинскому применению лекарственных препаратов. Лекарственные препараты официально зарегистрированы Мездравом, они существуют, так же, как и многие другие препараты, зарегистрированные по данной нозологии. Мы их также применяем. Вопрос, используем ли мы их в качестве препарата в первой линии или в качестве комбинантов, это вопрос второй. Вот что я могу прокомментировать по данному вопросу. Конечно, это печальная ситуация, безусловно. Ну, я думаю, что она, безусловно, исправится, потому что с кем я не беседовал, каким специалистам вопросы не задавал, ну, прежде всего, конечно, речь идет о специалистах по терапии боли, о неврологах, вот, но действительно, это какое-то недоумение и какая-то даже растерянность, но при этом тяга к тому, чтобы эту ситуацию изменить, я думаю, что она изменится, конечно, в ближайшее время, и для этого мы будем прилагать усилия и в рамках РАИБы, и в рамках нашего Северо-Западного общества по изучению боли, конечно, соответствующие документы направляются в те структуры, которые данные вопросы решают. Хорошо, с альпо-лифоуксилтой понятно, вот теперь еще один очень важный, с моей точки зрения, аспект проблем, вы с этого начали, это проблема анальгезии, и действительно, болевые формы диабетической полиневропатии, это серьезная проблема в неврологии, решить, купировать боль вообще, а поскольку диабетическая боль при диабетической полиневропатии, это боль, которая очень быстро, к сожалению, еще и хронизируется, и качество жизни у этих пациентов очень низкое, то здесь, конечно, корректная анальгезия, это проблема. Принение препаратов из группы габапентеноидов, называли канвалис, оно очевидно, оправдно, оно в большинстве рекомендаций, в большинстве исследований фигурирует как с хорошей доказательной базой, но вот у вас там прозвучали в том числе и препараты, которые относятся к антидепрессантам. Я, если угодно, хотел бы исключить из нашего обсуждения трициклические антидепрессанты, амитрептилины, вы абсолютно справедливо сказали, что у него все-таки ограниченный спектр показаний, связанных с ограничением по возрасту, действительно, вот эти 65 лет, пресловут, а я для себя так принял, что после 60-ти не буду, побочные действия слишком велики, но вот берем антидепрессанты двойного действия, перечень их, в общем-то, не столь широкий, как остальных антидепрессантов, у нас посудило три на рынке сейчас препарата, но вот, знаете, какая проблема, в рамках рекомендации по лечению неропатической боли и гапапентеноиды, и антидепрессанты двойного действия, но прежде всего долгцитин, они фигурируют как препараты первой линии, причем, исходно, рекомендовано назначение этих препаратов в виде монотерапии, то есть, грубо говоря, либо конвалис, либо долгцитин, вот выбирай, что тебе по душе, ну, кстати, в некоторых рекомендациях, если не ошибаюсь, в французских, по-моему, там и термодол фигурирует, но бог с ним, разберем вот эти два препарата, но вот какая ситуация, наблюдение лонгитудинальное свидетельствует о том, что при длительном использовании препаратов, ну, допустим, гапапентеноидов, допустим, уже конвалис, его эффективность при длительном применении постепенно начинает снижаться, а вероятность побочных действий растет, что предполагает, через какой-то промежуток времени, у всех он будет разный, возьмем условно год, вот, допустим, для анальгетиков при терапии головной боли, год вообще такой срок, после которого стараются поменять терапию анальгетиками на препараты другого фармакологического класса. Так вот, проблема перехода с гапапентина на долоксетин, например, как должна осуществляться подобного рода смена это тетрование какое-то или это одномоментная отмена одного и назначение другого. Это первая часть вопроса, а вторая часть, которая прозвучала из чата, а вообще одномоментное использование долоксетина и гапапентина, поскольку в рамках терапии второй линии в большинстве рекомендаций подобного рода сочетания прописаны, то есть не так мы их вроде как хотим, но тем не менее используем у пациентов, которые фармакорезистентны допустим к монотерапии. Но чем она грозит, чего нам опасаться, каких побочных действий? Вот такой сложный с моей точки зрения, но в то же время емкий вопрос, он касается не только диабетической полной нейропатии, а лечения вообще нейропатической боли как таковой. Вопрос действительно очень непростой и да, подобное назначение мы нередко на самом деле видим и используем, я имею ввиду в первую очередь вот вторую часть вопроса, это сочетание габапентина с дулоксетином. Это в первую очередь касается пациентов с острой болевой симптоматикой. Это и пациенты с острой болевой диабетической полной нейропатии, вплоть до диабетической нейропатической кохексии, где необходим обязательно антидепрессант как компонент антинотоцептивной терапии, и эти пациенты идут именно на подобные комбинации. Третьим компонентом, как правило, является теоктовая кислота, нередко еще мы дополняем либо витаминные комплексы, либо еще какой-то препарат, но это уже индивидуально решается, но вот эта тройка, она наиболее часто используется. Это может быть индуцированное лечением сахарного диабета, острая болевая поля нейропатия, она встречается чаще, чем первый вариант, тоже подразумевает лечение комбинации габапентиноида и долоксетина, потому что опять же монотерапия у этих пациентов почему-то оказывается малоэффективной. Мы стараемся сейчас собрать данные по подобным пациентам, не только свои, но и в частности из других регионов, потому что таких пациентов очень мало, это единичные случаи. Сейчас в нашей копилке порядка шести клинических случаев подобных пациентов, мы хотели их описать и представить те схемы обведения, которые использовались. Я еще раз повторюсь, что это в основном как раз два-три препарата стартовые, которые применяются. Это всегда габапентиноид, долоксетин или бенлофоксин в ряде случаев, но здесь опять же рекомендации психиатра мы всегда учитываем. Иногда психиатры нам делают такие четкие установки, используют конкретный препарат и соответственно тектовая кислота. Что касается длительной терапии замены препарата или в принципе замена по любому поводу одного препарата на другой, я всегда в своей практике стараюсь не проводить одномоментную замену. Это чревато сложными клиническими ситуациями, в частности развитием различных нежелательных явлений и пациенты плохо переносят это. Обычно в течение 5-7 дней, то есть в течение недели происходит даун-тетрация, то есть обратная тетрация первого препарата, например, габапентина, классическая схема 2 дня дозы пополам, 2 дня дозы пополам, отмена назначения следующего препарата и с учетом того, что долоксетин практически не тетруется, он может назначен быть сразу в стартовой дозе, но все-таки для улучшения переносимости мы чаще всего идем с 30 и потом выходим на 60 миллиграмм. Крайне редко практически не используется поэтому на мой взгляд обратная тетрация и назначение последующего второго препарата наиболее целесообразно в плане минимизации риска нежелательных явлений, улучшения переносимости и приверженности лечения. Но я хотел бы еще прокомментировать подобный вопрос в плане того, что таких пациентов, которые нуждаются в сверхдлительной терапии, их достаточно мало. Даже самые сложные пациенты, например, с острыми болевыми формами, то есть вот эти атипичные пациенты, они, как правило, нуждаются в годовой терапии, в большинстве случаев этого достаточно. Есть пациенты, которые 2, 3, 4 года нуждаются в терапии, но что интересно, у части пациентов при начале разбора ситуации нередко выявляются пропущенные заболевания, которые накладывают отпечаток на клиническую картину и соответственно на неэффективность стартовой терапии и так далее. Очень показательно одна женщина, которая последняя прошла, я просто в удивлении был, пациентка получала длительно год при габолин 300 миллиграмм, при этом мы сняли ей диагноз диабет как таковой, его не было диабет, там была однократная гипергликемия на фоне введения глюкокортикоидов и капельницы с глюкозы, все, то есть не к чему было придраться. И что самое интересное, у этой пациентки мы обследовали все, что только могли, мы не нашли ни B12 дефицита, ни каких-то других там возможных причин, но при исследовании уровня витамина D он был 3, норма выше 30. Что интересно, после принятия двух заместительных больших доз и выхода на поддерживающую терапию полностью исчезла болевая симптоматика, пациентке полностью был отменен при габолин и неврологическом статусе никаких нарушений фактически не отмечалось. Что-то подтверждено электронермиографическим исследованием. То есть вот такие ситуации также прослеживаются. Поэтому я призываю всегда исследовать, обследовать пациентов на предмет возможной сочетанной патологии. Это очень важно, особенно у больных с сахарным диабетом. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Теперь совсем уже коротко, вот как-то мы так уж получился дискуссия, что совсем все про таблетки, но ничего не могу поделать. Я в своем выступлении говорил о центральных эффектах коксибов. Ну, в частности, этарикоксиба покрывал препарат Аторика в связи с его с хорошей проницаемостью через гематоэнцефалический барьер. И говорил о том, что вот подобного рода высокая биодоступность позволяет достигать в том числе тех результатов, которые, но недоступны при использовании других препаратов. Ваше отношение вот к этарикоксибу как к препарату, который, через который, может быть, реализуются в большей степени центральные механизмы боли? И возможно ли это используют в рамках терапии более нейропатических, где центральные механизмы имеют большое значение? Во всяком случае, если рассматривать рекомендации клинические по терапии радикулопатий, НПВП там фигурирует? Мне достаточно сложно прокомментировать этот вопрос, потому что в данных вопросах я всегда основываюсь на мнении уважаемых неврологов, являясь все-таки изначально эндокринологом, я к НПВС отношусь достаточно аккуратно, потому что не раз в своей клинической практике я получал пациентов с интерстициальными нефритами, с достаточно выраженными нарушениями функции почек, благо все эти ситуации были острыми, они восстанавливались, но я хочу сказать, что при соблюдении рекомендаций по дозировкам и по длительности применения подобных вещей не возникает, это как правило все эти случаи были нарушения инструкции применения и применения двух-трех препаратов одновременно. Что касается применения коксибов как таковых, да, мы их используем в своей клинической практике достаточно широко и соответственно показания, спектр показаний вам хорошо известен, широко используются у больных с сахарным диабетом, в частности вот при радикулопатиях. Что касается вопроса применения как препарата с центральным механизмом действия, я, наверное, абсолютно соглашусь с Дмитрием Анатольевичем, что да, это очень интересный вопрос для обсуждения, думаю, что в этом есть абсолютно рациональное зерно и возможность использования данного препарата. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, во всяком случае, уважаемые коллеги, мы не призываем вас лечить диабетическую полинеропатия НПВП, упаси Боже, речь идет о тех ситуациях, когда мы назначаем эти препараты по показаниям, и когда застает выбор о том, этот или этот, то тогда, по-видимому, это рекокси, по торикой там назначать, следует пациент. Что касается осложнений почных, хорошо, что вы мне напомнили, поскольку тема диабета касалась, я вообще неврологам стараюсь внушить то, что НПВП, помимо рисков гастроинтестинальных и кардиоваскулярных, имеет еще и нефротоксические риски. И с точки зрения оценки нефротоксических рисков, крайне важно учитывать такую характеристику, которая называется ПК, то есть те свойства, которые приобретает препарат тот или иной при растворении в воде. Вот коксибы, они приобретают свойства слабых щелочей. И если у пациента ПАЖ крови сдвигается в щелочную сторону, то эффекты, которые мы будем получать от применения трикоксибов возрастают кратно, но при этом возрастает вероятность побочных действий, уважаемые коллеги. С этой точки зрения селективность назначений такого рода препаратов, как НПВП, по отношению к каждому больному в той ситуации, когда вы имеете пациента с диабетом, а значит, он может иметь осложнение стороны почек, должна проводиться при оценке ПАЖ хотя бы мочи, а лучше крови. Вот такая ситуация. Ну, это, наверное, тема для дальнейшей дискуссии. Владимир Владимирович, я крайне благодарен вам за ваше сообщение, за активное участие в дискуссии. Мы двигаемся дальше. Спасибо вам. Хорошего дня, уважаемые друзья. Мы переходим к следующей секции, но сейчас короткая реклама от нашего спонсора. Оставайтесь с нами. Нейропатическая боль характерна для многих заболеваний и остается важнейшей проблемой в клинической практике. В отличие от нормального болевого импульса, возникающего в ответ на действие раздражителя, в основе нейропатической боли лежит гипервозбудимость нейронов. В этих нейронах ток ионов кальция значительно превышает норму, что приводит к избыточному выбросу глутамата в синапс и формированию патологического болевого импульса. Молекула препарата канвалис габапентин действует на альфа-два-дельту субъединицу потенциал зависимых кальциевых каналов. Канвалис тормозит вход ионов кальция в клетку и блокирует патологический болевой импульс, возвращая вашим пациентам ощущение полноты жизни. Канвалис препарат первой линии для лечения нейропатической боли.